Жимолость съедобная Жимолость растет Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, особенно камчатская жимолость, но дело в том, что большинство жимолостей – это ядовитые растения, то есть ядовитые совершенно ягодки. Ну, не то, чтобы она совсем как пледная поганка, вы там насмерть отрадитесь, вы просто ее не съедите много, потому что большинство жимолостей – очень горькие ягоды. И, например, та самая жимолость синяя, с которой пошла селекция жимолости съедобной, она тоже встречается, она не ядовитая, но она может быть такая горькая. Я в юнацком кружке как раз вот как-то достал именно жимолость синюю, она у меня на даче росла, и я попробовал первую ягодку. Она была очень красивая, черная, великолепная с виду, я ее попробовал, и, в общем-то, ну, наверное, час потом отплевывался, настолько она была горькая. Ну, я, естественно, пионеры, что вы хотите от пионеров, я, естественно, собрал эти ягоды и начал раздавать в школе. Сами понимаете, у меня вызвали за это родителей, за то, что я вот такую маленькую диверсию среди одноклассников устроил. Так вот, та самая жимолость съедобная, о которой мы будем говорить, она, конечно, не горькая, не ядовитая, это великолепная, вкусная ягода, и она, в общем-то, стоит немножечко в стороне от своих диких и ядовитых собратьев. Жимолость съедобная – это, ну, пожалуй, одна из тех ягод, которые скоро завоюют вообще все дачные участки, и, я думаю, по всему миру будут ее выращивать, потому что она настолько универсально вкусна, беспроблемна. И, кстати, появилась она совсем недавно, это где-то 60-е годы прошлого века, с жимолостью только начали активно работать, и первые сорта, они были внесены в государственный реестр селекционных достижений именно где-то вот в 65-м, 66-м году. Тогда эта жимолость, чуть-чуть она горчила, но это была такая приятная горчинка, и уже тогда она начала появляться в садах у садоводов. Кстати, на той же Камчатке и в Сибири можно встретить именно такие в дикой природе такие виды жимолости, которые не горчат. И, как правило, местные жители, они знают, где собирать, а где не собирать. Из таких вот как раз видов были отобраны жимолости, и из них появилась жимолость культурная. Что можно о жимолости, о вкусе жимолости сказать? Если кто-то ее не пробовал, ну вот как вам представить? Вот что-то среднее между черничкой и голубичкой. То есть сама она разных форм. Бывают жимолости длинненькие, бывают веретиновидные, да, голубое веретено. Как раз веретиновидное, замечательное название. Бывают они даже круглые ягодки, бывают бочонком. Например, бокчарский великан. Есть такой вот большой бочонок. И вот этот великолепный черничный вкус. Замечательная ягода, полезная, то есть там витаминов просто море. Если в черноплодке много витаминов, то в жимолости съедобной, на мой взгляд, еще больше витаминов. И самое главное, если в черноплодке много не съешь, все-таки она чуть-чуть вяжет, то в жимолости съедобной можно съесть много, и у вас не будет расстройства желудка, потому что она, ну как говорится, скорее закрепляет желудок, как говорят врачи. То есть ее можно как раз вот при каких-то проблемах с желудком кушать для того, чтобы у вас он лучше работал. Единственная проблема с жимолостью, вот как вы ее пособирали, тот человек, который собирал жимолость, у того по рукам видно, что он ее собирал, потому что все руки синие. Как знаете, как у этого первоклассника, который там с чернилами занимался, весь обкапался, вот у него руки такие. Поэтому, если вы выходите собирать жимолость, кстати, в перчатках ее собирать не очень хорошо. Я, например, так и не привык в перчатках, работаю, все делаю голыми руками. Конечно, потом долго-долго их отмываю, но ничего, не страшно. Все-таки это дача, можно и с такими руками походить. Зато, если эту жимолость у вас кто-то съел, представьте, кто-то залез из ваших соседей и съел жимолость, вы это можете определить в одно мгновение. Подходите к соседу и говорите, а ну-ка покажи язык. Нет. А вдруг он в перчатках пришел, эту жимолость есть, надел перчатки, чтобы не оставлять от перчатки пальцев и съел. А вы ему говорите, покажи язык. Он показывает язык, все, на языке, по языку все ясно. Синий язык съел жимолость. Так что, ну, вот такая вот маленькая интересная вещь про жимолость. От нее всегда синеет язык. Ну, не волнуйтесь, это не страшно. Как правило, дети объедают жимолость еще до того, как ее соберут взрослые, потому что это любимая ягода детей. Очень легко жимолость размножить. Размножается она черенками. То есть, можете нарезать черенки, просто поставите воду по весне. Жимолость где-то в течение трех недель пускает корни. Ну, а дальше вы ее укоренили, пересаживаете куда-то. Можно делением куста. Если есть у вас какой-то куст, ее там лопаты отчикнули и пересадили. Можно воздушными отводками. Воздушные отводки, ну, посмотрите, что это такое. Так что размножается она достаточно легко. И главное найти нужный сорт. А нужный сорт, я рекомендую вам останавливаться на сортах современных. Потому что у жимолости есть два очень серьезных недостатка. Дело в том, что эта культура, которая пришла к нам в Сибирь, Дальний Восток, и она, допустим, к условиям Московской области не совсем адаптировалась. Потому что у нас не та зима, как там. Там в Сибири зима. Зима началась, так уж началась. А у нас то зима, то осень. То зима, то осень. И поэтому в оттепеле она просыпается. То есть у нее нет периода покоя жесткого. То есть вот в февральские иногда оттепели, она у меня зацветает. То есть натурально зацветает. И, естественно, после того, как она попытку сделать зацвести, потом морозы, они убивают цветы. Естественно, она очень здорово страдает от этого. Поэтому, чтобы этого не случалось, я засыпаю свою жиму с снегом. Но не от холода, а именно от тепла. Чтобы она в снеговом сугробе зимовала. И вот то, что под снегом, это никогда до весны не пытается пуститься в рост. И никогда у вас не расцветет. Но современные сорта, они немножечко уже умнее. То есть селекционеры ведут как раз селекцию на то, чтобы период покоя был более такой глубокий у жимовости. И она не просыпается до весны, в том числе и в тех регионах, где вот бывает такая не совсем зимняя зима, если так выразиться. Есть еще один недостаток – жимлость. Съедобное при созревании очень сильно осыпается. Вот если чуть-чуть она вот перезрела, вы подошли к кусту, тронули его, и ягодки посыпались. Вы начали собирать половину. Вы срываете половину на землю просыпать. Потом земли можно собрать. А если в куст, внутрь куста, то там уже трудно будет вам. Эту особенность можно использовать для, допустим, сбора жимолости не руками, а с помощью зонтика. С помощью зонтика. Берете зонтик, открываете, подводите под куст его раскрытый зонтик и стрясаете туда жимлость. Вот такой вот автоматический сбор жимолости. Но современные сорта, те, которые сейчас производят, есть селекционные базы, например, это село Бокчарское. По-моему, Бокчарское, там, где Бокчарский великан знаменитый провели, там есть опытная станция. И вот там великолепные селекционеры. Вот с именем Бокчарский вы, если вы видите жимолость, обязательно берите. Это очень хорошие сорта жимолости. Работает еще институт Лисовенко в Барнауле. Тоже он специализируется на жимолости. Ну и некоторые наши, московские, там, та же самая Тимирязевка. Кстати, жимолость. Есть еще одна страна, где жимолость растет в диком виде и которая тоже начала вести селекцию. Это Канада. Но мы были первыми. А вслед за Канадой стало проводить селекцию. Появились несколько сортов польских. На что посмотрели китайцы. И в прошлом году создали тоже китайский сорт жимолости. Но все-таки мы основоположники селекции жимолости. И все съедобные жимолости. Самые лучшие сорта у нас. И, я думаю, если у вас нет жимолости, попробуйте для начала его. Вот попробовали, все. Вы стали поклонником этой замечательной ягоды. И вот если вы посадите у себя на участке, вы никогда в жизни не откажетесь от жимолости. От калины могут отказаться люди. От малины иногда отказываются, потому что есть недостатки. А от жимолости никогда не откажетесь. Потому что ягода, которая бывает, нужна всегда. И вот любят дети, любят пенсионеры. Вообще любят ее все. Прекрасная ягода в любом виде. В свежем, в замороженном, в варенье, в компоте. Жалко, что у меня ее в этом году мало. Посажу больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok